Мю и Вильериал лишь в серии пенальти определили победителя Ле, били даже вратари. Вильериал в серии пенальти обыграл Манчестер Юнайтед и стал победителем Лиги Европы. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 1-1, а единственный промах с точки совершил голкипер англичан Давид Дахеа 11 часов 10 минут по пенальти в пользу Вильериала. Подробнее о матче в материале РБК Украина. С самого начала поединка Мю стал действовать активнее. Испанцы инициативу англичанам отдали и действовали больше на контратаках. При этом уже на восьмой минуте поединка пошла первая кровь, правый защитник испанцев Фойт вблизи своей штрафной наступил на мяч и упал лицом в ногу Пагба. В итоге разбиты то ли нос, то ли голова и попытки несколько минут остановить кровотечение. К слову, Фойт поединок таки смог продолжить. Хоть монкунянцы и больше владели мячом, но серьезной опасности у ворот рульи создать не получалось. А вот Вильериал умудрился выжать максимум из штрафного в центре поля. Англичане на 29-й минуте сфалили в центре поля. Игроки испанского клуба выполнили навес в штрафную, где Ленделев не смог уследить за Марино, который переправил мяч в сетку, 1-0. Особых предпосылок для гола до этого у желтой субмарины не было. Мю продолжил больше владеть мячом, но без реальных угроз воротам рульи. Единственный по-настоящему острый момент англичане создали уже в добавленное к первому тайму время. Гринвуд прорвался по правому флангу в штрафную и выполнил прострел. Пытаясь выбить мяч, Альбиоль чуть не срезал его в собственные ворота, но выручил рули. Но уже на старте второго тайма игрокам не удалось счет сравнять. На 55-й минуте после подачи с углового мяч после рикошета отскочил к Коване, а тот сходу переправил круглый в сетку 1-1. Этот гол для уругвайца стал шестым в пяти матчах нынешнего розыгрыша Ле. Далее красные дьяволы продолжили атаковать, а испанцам крайне редко удавалось даже перейти на чужую половину поля. Но до конца основного времени ни одной команде забить или хотя бы создать реальный момент не удалось. В итоге два тайма по 15 минут. Под конец первого экстра тайма Вильериал имел неплохой шанс отметиться. Мю потерял мяч вблизи своей штрафной, а испанцы быстро вывели Алькасера на ударную позицию в штрафной, но тот запустил мяч сильно выше ворота. А уже на 115-й минуте испанцы апеллировали к реферии за попадание после удара мяча в руку Фреду в штрафной. Но после проверки вор нарушения правил не выявили, слишком близкое расстояние было между Фредом и мячом. До конца дополнительного времени голов команды так и не забили, поэтому победитель определялся в серии пенальти. Составы команд Вильериал, Рульи, Фойт, Гаспар, 88, Альбиоль, Пауторос, Педраса, Марино, 88, Пареха, Капу, Тригерос, Гомос, 77, Марино, Бака, Коклен, 60, Пина, Алькасер, 77, Манчотсер Юнайтед, Дахеа, Уан Бесака, Мата, 120 плюс 3, Линделев, Бей, Туанзебе, 116, Шоу, Пагба, Джеймс, 116, Мактаминий, Алекс Телес, 120 плюс 3, Гринвуд, Фред, 100, Бруно Фернандиш, Решфорд, Кавани. Напомним, в субботу, 26 мая, состоится финал Лиги Чемпионов. В решающем матче сыграют два клуба из Англии, Манчестер Сити и Челси.